Вчера мы предупреждали о том, что не стоит бодро перекладывать новости из непроверенных источников, как, например, о том, что в акватории Каспийского моря произошел взрыв на морской платформе, принадлежащей Азербайджану. Очень быстро удалось проследить цепочку этих новостей, и они уперлись в российские источники. Всегда, когда происходит нечто подобное, стоит делать паузу хотя бы для того, чтобы не оказаться вентилятором, на который противник накидывает свое информационное «Г». Понятно, что у нас эта версия получила несколько другую окраску в том плане, что это россияне взорвали платформу, и это уже получилась надстройка домыслов на домыслы россиян. И что из этого получается, всем хорошо известно. Это как раз тот самый прием, когда неважно, в каком ключе вы пересказываете эту новость, главное то, что вы это делаете. Россиянам же было выгодно как можно шире раскидать новость о взрыве газовой платформы, и неважно по какой причине. Цель вброса очевидна. Москва вошла в жесткую конкуренцию с Азербайджаном на южном фланге борьбы за поставку газа в Европу. Любые ЧП у оппонента можно обыгрывать как его ненадежность в качестве поставщика. Именно поэтому из России и прошел залп о взорвавшейся платформе. Уже к ночи азербайджанские СМИ опубликовали отчет о происшествии, который расставил все по своим местам. Сотрудники САКАР были направлены на место происшествия на корабле, чтобы выяснить причину пожара. На острове Дашлы, расположенном в море между поселком Аляд и городом Невчала, примерно в 30 километрах от берега, наблюдалось естественное горение грязевого вулкана. Согласно наблюдениям, пламя затухает, поблизости нет никакой инфраструктуры, связанной с нефтяной промышленностью. И в результате извержения грязевых вулканов, связанных с нефтегазовыми месторождениями, и раньше наблюдались выбросы метана и других горючих газов. Конец цитаты. То есть речь идет о природном явлении, которое произошло на расстоянии более 15 километров от морской инфраструктуры компании. Поэтому никакая платформа не взрывалась, поскольку в месте взрыва ее попросту нет, да и быть не могло. Потому что оно давно считается опасным именно по этой самой причине. Так, эксперт по грязевым вулканам Марк Тингей из Австралийского университета Аделаиды заявил о том, что в Азербайджане находятся сотни грязевых вулканов. Он отметил, что место вчерашнего взрыва примерно соответствует тому, где в 1958 году уже извергался грязевой вулкан. Природа этого явления изучена не очень хорошо. Но известно, что во время извержения вместе с грязевыми выбросами в атмосферу выбрасывается газ метан, который добывают неподалеку. При этом доподлинно неизвестно о том, что именно воспламеняет выбрасываемый газ. Но если этого не происходит сразу, то вокруг вулкана образовывается шапка из газа, который потом и взрывается. Есть предположение о том, что вместе с грязью вулкан выбрасывает камни, которые могут вызывать искру, ударяясь друг от друга в полете. Уже утром к месту происшествия была направлена авиация и получен снимок за главный грязевого вулкана, где отчетливо видно, что никакой платформы нет ни на месте взрыва, ни где-то поблизости. Этот инцидент еще раз показывает, что вся информация, которая идет из российских источников, любым здравомыслящим человеком должна восприниматься как умышленная ложь. И только при более глубоком и детальном исследовании можно делать окончательные выводы. А если нет времени, возможности или желания исследовать тему, то это следует воспринимать как ложь. Переступать и идти дальше. Переступать и идти дальше.